Всем салют! Дождались! Уже на этой неделе состоится торжественное праздничное открытие с конкурсами, подарками и мастер-классами нового салона на Ленинском 13. Если кто не в курсе, салон уже работает в штатном режиме с 30 августа, но праздник нам приходит в эти выходные. Обязательно регистрируйтесь на сайте, если на мастер-классе места уже нет, все равно регистрируйтесь на сайте, чтобы получить свои 100 тысяч пультиков и приходите к нам. Будет шумно, весело и интересно. Ну а мы в максимальном предвкушении к новостям. 6 сентября вышел новый пятый по счету сольный альбом Дэвида Гилмора, известного большинству как гитариста группы Pink Floyd. И примечательно это, разумеется, помимо того, что это просто великий музыкант, еще несколькими моментами. Ну прежде всего, это его первая пластинка за последние 9 лет. Ну а во-вторых, фанаты Флойдов могут увидеть еще одну знакомую фамилию в титрах. А именно Ричарда Райта. Клавишника Pink Floyd. Ладно, не заливай. Вот только, к сожалению, умершего еще в 2008 году. Как же так? Дело в том, что записали они эту партию еще в 2006. И, как это нередко бывает, запись долгое время была не востребована. Сам Гилмор в интервью изданию The Sun сказал. Странное ощущение, что я использую музыку, записанную 20 лет назад. У меня был небольшой риф, и мы джимовали минут 15. Этот трек, который открывает альбом Luck'n'Strange, все куплеты, вступления, концовка. Все это в оригинальном дубле, без репетиций и предварительных размышлений. Кстати, клавиши Райта уже не в первый раз звучат после его ухода. Ведь альбом Флойда в Endless River, посвященный как раз его памяти, основан на архивных записях музыканта, которые были сделаны еще во времена работы над Division Bell в 1994 году. Все это только лишний раз доказывает, что музыка бессмертна. Если, конечно, вы правильно хранили катушки с мастер-лентами. Что у вас там? Bluetooth 5.3? Пф, старье! На днях показали Bluetooth 6.0, главной особенностью которого называют технологию Channel Sounding, позволяющую определять местонахождение устройства с точностью до сантиметра. Но нас-то интересует другое. Ресиверы мы не теряем. А вот что с передачей сигнала? Никакой конкретики, но говорят, что стало лучше. Молодцы, конечно, но хоть бы пример какой-нибудь привели. Ну, циферку там нарисовали. В забавном мире мы живем, правда? Ну, думаю, через годик интегрируют в массовые продукты и проверим. Но не сегодня. Еще, наверное, год, ну, два назад казалось, что рынок CD-проигрывателей все ближе, если не к смерти, то, как минимум, к коме. И аппараты подобного рода станут уж совсем редкими. Ну, и для истинных фанатов. Но фигу с маслом! Все больше и больше производителей вновь включают в свои линейки аппараты, нацеленные или способные воспроизводить сей формат носителей. Вот и Маранс в своей новой десятой серии, про которую мы уже не так давно говорили, не стал исключением, показав модель SACD-10. И уже к середине осени готовят его к выводу на местный рынок. Ну, это, конечно, не чистый сидюк, а универсальный проигрыватель, как они его называют. То есть, там и стримеры, и все дела, но приятно, что в основе, как говорится, все свое. Оптический механизм свой, дискретный ЦАП свой. Цвета, разумеется, тоже свои фирменные, черный и шампань. Как мы привыкли, Япония, значит, хорошо, качественно, но не дешево. А в данном случае, прям вообще не дешево. Сильно за миллион в переводе на рубли. И это на местном рынке. Накинем транспорт, таможню и прочие радости, и будет еще веселей. Но меня не отпускает ощущение дежавю. Особенно в сочетании с неймингом. А серия, напомню, называется 10. Denon N10 вам о чем-нибудь говорит? Понятно, что это гораздо более бюджетный аппарат. И в материалах, и в компонентах. И вообще он классифицируется как CD-ресивер. Ну, похоже же. Ну, чисто визуально. Мне кажется, где-то там черпали вдохновение о создателе новинки. Правда? Питтен Гиблин. Или Джиблин. Черт этих австралийцев разберешь. Показали новые традиционно необычные активные полочники. Флэр. И первый вопрос, который они у меня вызвали. Ну, что это за пиздец? Сейчас вытурят. За что? Как будто гриб вырос на дереве. Да, я понимаю, что с точки зрения физики и звука наверняка у ребят все в порядке. Сами они отмечают, что благодаря этим круглым волноводам колонки звучат более однородно и, что называется, гораздо больше своих физических размеров. На материалы тоже не скупятся. Волноводы, если что, отлиты из бронзы. Но наймите, блин, дизайнера, ё-моё. Ну, делали же уже эти австралийцы пару лет назад колонки Супервакс. Тоже с бронзовыми волноводами. Но вписали их в колонку. Как-то грилем закрыли и красота. Ну, не верю я, что нельзя было обыграть эту круглую лепёху иначе, чем просто прикрутить к классическому монитору. По характеристикам всё нормально. 250 Вт в классе D суммарная мощность усилителей. И аудиопроцессор, работающий совместно с цифровым кроссовером. Весит каждая по 20 килограмм. Полагаю, 15 из них приходится как раз на вес этой бронзовой фигни. Ну, честно, вот напишите в комментариях, нравится вам такое? К розыгрышам. Пластинка из предыдущего выпуска новостей улетает вот этому подписчику. Ну, а с Пинкфлойда начали, Пинкфлойдом и закончим. Роджер Уотерс родился 6 сентября 43-го года. Если что, это один из основателей Пинкфлойд. Его пластинку мы разыграем в этом выпуске. Всё, что нужно сделать. Поставить лайк, подписаться на наш канал и обязательно написать любой комментарий под этим видео. Не забывайте, что специально для вас мы дублируем наши видео во ВКонтакт и на платформу. Подпишитесь везде на всякий случай, ну, потому что кто знает, что с Ютубом будет. Ну, мы верим лучше. И про наш Телеграм тоже не забывайте. Если что, там прямо сейчас идёт розыгрыш колоночки. Ну, а на сегодня новости всё. Удачной вам рабочей недели. Всем хай-фай. Субтитры сделал DimaTorzok